друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также сегодня напоминаю пройдет в 16.00 по московскому времени традиционный стрим голосовой чат в нашем телеграм-канале кстати те кто еще не подписался обязательно сделайте эта ссылка будет в описании к этому ролику и в течение дня вам будет предложено как и всегда друзья определить тему моего сегодняшнего выступления несколько главных новостных топиков по перспективам разных финансовых активов та тема которая наберет больше всего голосов станет центральной и они мы поговорим детальнее подробнее ну что ж к основным событиям этой неделе в четверг день благодарения в сша поэтому заранее можно сказать что неделя будет облегчена не совсем полноценными торговыми сессиями то есть основные торги будут там собственно до среды но до этих пор выйдет несколько важных релизов которые мы обязательно с вами переварим проанализируем и посмотрим как они повлияют на динамику того же самого доллара поскольку большая часть статистики на которую стоит обратить внимание будет как раз по американской экономике это темпы экономического роста сша личные доходы личные расходы индекс основного потребления то есть в целом данные упирающиеся вследствие высоких показателей инфляции в сша поэтому важно будет понять какие настроения сейчас у потребителей влияет ли инфляция на именно динамику розничных продаж на какие-то потребительские предпочтения и основной вывод который нам придется сделать это как все это в конце концов повлияет на будущее решение американского регулятора по процентной ставки среду также ждем протоколы последнего заседания американского регулятора но заранее могу сказать что вряд ли этот релиз будет каким-то определяющим для доллара поскольку протоколы это по сути дорожная карта того заседания которое состоялось месяц назад то есть заседание которое было до выхода данных по инфляции ну другими словами уже не актуально конечно же все будут пытаться найти какие-то подсказки относительно того как в каких объемах какими сроками темпами будет сокращаться программа количественного смягчения но я думаю что пока что основные вводные прежние по 15 миллиардов долларов ежемесячного срезания с действующей программы qi и вряд ли эти планы в ближайшее время скорректируется так ну а теперь давайте по основным торговым идеям я на этой неделе собственно как и на прошлой предлагаю сфокусироваться на нескольких релизах друзья ну во первых потому что не хочется залазить новые позиции по доллару даже несмотря на то что индекс доллара 96 12 сейчас и вроде бы как вырисовывается тенденция дальнейшего роста с одной стороны рост доллара сейчас легко объяснить хорошей мощной фундаментальной поддержкой даже если забыть про отчет по инфляции который как вы помните шокировал всех тех кто анализирует эти данные хорошие цифры с рынка труда с именно производственного сектора сфера услуг и все это как раз интерпретируется как еще один аргумент каждый отчет это каждый маленький аргумент в пользу того чтобы пресс принципе не откладывал в долгий ящик перспективу первого повышения процентной ставки но это всего лишь рыночные гадалки предположения мы не должны сейчас уходить головой в них друзья а самое главное нам дождаться выступления по на этой неделе пресс-конференции и какого-то серьезного повода для того чтобы он высказал свою точку зрения не будет то есть у нас не будет возможности услышать именно его мнение по тому что будет с процентной ставкой дальше следующей неделе ну на следующей неделе уже поговорим поэтому до тех пор пока сам фрс не прояснить ситуацию с тем достаточно ли сейчас условий для того чтобы ставка менялась я предлагаю не делать поспешные выводы и на основании этого не торопиться с покупками доллара но в то же время такие выводы могут быть сделаны поэтому не нужно залазить в короткие позиции в общем индексом долларов пока что не торгую по рынку золото тоже рекомендовал там на высоких уровнях когда мы фактически были на многонедельных максимумах пока что выйти из-за длинных позиций тоже дождаться прояснения ситуации по доллару немного перезагрузиться найти более оптимальные точки входа вот как раз данным поиском мы сейчас и должны заниматься друзья когда будут хорошие точки входа я их обязательно прокомментирую но в целом почти уверен что следующая сделка по золоту она также будет в лонг потому что как ни крути инфляционные ожидания риски они повсеместно растут что будет поддерживать спрос на рынок драгоценных металлов что касается европейской валюты против доллара здесь ждем дальнейшего снижения к планке 1 12 и в этот раз мы можем смело закрыть глаза на то что происходит с долларом потому что в рамках еврозоны сейчас есть собственные триггеры который топит главный валютный риск эта ситуация вокруг коронавируса как вы знаете в минувшую пятницу правительство австрии сообщил о том что сегодняшнего дня в стране будет введен общенациональный полноценный без каких-либо оговорок без каких-либо смягчений полноценный локдаун сроком на 20 дней не при необходимости он может быть продлен причем точно такие же меры сейчас обсуждаются в германии и италии где количество заболевших снова приближается к рекордным максимум даже несмотря на вроде бы как эффективной кампании по вакцинации но пугать пока что не буду германия италия не сообщили и не анонсировали возможность локдауна просто допустили что если фон и темпы роста числа заболевших особенно в некоторых регионах где они уже превышают какие-то допустимые уровни если эти темпы роста продолжатся то тогда решение австрии могут быть перенеты собственно и другими странами в сухом остатке пожалуй сейчас именно ковидные риски это тот фон который снова может стать центральным я всячески пытался не допустить развития такого события и рассчитывал на то что мы на эту тему снова не уйдем уже по которому кругу но друзья есть то что есть к сожалению а к вид не отступает и сожалению по мере приближения зимнего сезона обстановка ухудшается поскольку как ранее отмечалось люди все больше времени проводят закрытых помещениях что повышает риск распространения инфекции поэтому ситуация с к видом главный фактор давление на евро это первая вторая третья четвертая пятая причины почему евро будет снижаться ну и также хочу отметить что даже если бы не было сейчас а у нас а причин говорить о таком фоне связанным с коронавирусом мы помним что лагарда на прошлой неделе было вторым по значимости точнее ее комментарии и речь катализатором снижения евро потому что лагарда в отличие от многих руководителей центральных банков весьма однозначно сказала что в двадцать втором году ставки повышены не будут даже несмотря на рост инфляции все ходят вокруг да около это делает даже пау допускает не допускает корректив лагард отметила что 22 год точно не период повышения процентной ставки это конечно же стало причиной снижения главного валютного риска по фунту не лезем пока в эту валютную пару потому что с одной стороны заманчиво купить фунт из-за крайне хорошего фундамента данные по рынку труда данные по инфляции даже ручные продажи которые вышли в пятницу очень хорошие отчеты каждый из них мог бы быть достаточно поводом для того чтобы банк англии повысил процентную ставку но есть еще риски связанные с геополитикой скажем так это возможности инициирования статьи 16 протокола по северной ирландии которые потенциально этот шаг может разрушить вообще торговые отношения с европейским союзом и пока этот риск остается на повестке может быть он сойдет на нет через неделю через две мы об этом поговорим но пока это не так и это конечно же фон который может точно разрушить планы на скорое повышение процентной ставки в декабре в англии и соответственно обеспечить снижение курса фунта не рост пока балансирующие риски и позитивные факторы то есть состояние такого равновесия фундаментального лучше не торговать доллар канадец 126 42 друзья я пока что на короткую позицию подержу потому что в целом до нефть пока что подводит но может быть ситуация изменится по паре доллар канадец я все-таки допускаю что доллар очень сильно перекуплен но конкретно в доллар я не лезу предлагаю вот поработать в дуэте со канадским как мы это делали ранее и статистика которые мы получаем в последнее время по канадской экономике это то что повышали шансы на то что банк канады будет следующим регулятором который повысит процентную ставку американский фондовый рынок рост продолжается 4704 пункта в моменте цель 5000 никуда не делась и рынок нефти 77 87 друзья пока что длинные позиции окально отменяются потому что фон а связанный с к видом разумеется перевесил все если повторные ограничения новые локдауна будут вводиться в других странах и если в целом охватит весь валютный блок то это снова будет якорем для спроса соответственно то что уже мы наблюдали в двадцатом году то есть для рынка нефти для сырьевых активов для тех активов чье благополучие ценовой скажем зависит от объемов потребления эти инструменты испытывают самые серьезные негативные последствия поэтому будем ждать улучшения фона будем оставаться оптимистами друзья я думаю что будет возможность купить еще рынок нефти и мы это обязательно сделаем когда условия будут подходящими этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошая торговая неделя всем пока